Всем привет! Здравствуйте, девочки! Мы сегодня по такому случаю, а случай это мы будем украшать нашу новую классную ёлку, решили даже взять камеру. Так, для этого нам нужно сделать небольшую перестановку, потому что у нас есть стол, и это всё очень неудобно. То есть мы с этого угла, где сейчас был Лёша, убираем цветы. У нас там тренога с цветами, мы переносим их в тот угол. Кольцевую лампу тоже надо будет убрать. Юпочка. Наденешь? Это чипчик. Стол, получается, будем ставить сейчас по центру, как и в принципе в прошлом году это было. А эту тумбу чуть сюда. Тебе помочь? Нет. Мне вот тут, конечно, разбирать всё, пындык. Ну, давай, разбирай. Конечно, это целая студия. Вот эта чёрная штука большая очень под столом. Эта чёрная штука, это красный. Глушитель? Да, чтобы эхо не было на микрофоне. Потому что у нас очень плохая акустика. Слышишь, какое эхо? Нет, вообще не слышала. Эхо. У нас тут колоссальное эхо. А ты купил эту ракетку? Да. Сколько она тебе обошлась? 800 греет. Ну, она же бушная. 800 греет. Ёлка обошлась нам 3700. Да, я говорила в прошлом видео. Сейчас Лёшка... Не озвучили самое главное. Вот сюда стол Лёша переставил. Хорошо, что стол хотя бы вписывается в нашу стенку. У нас есть подъюбник. Я его в прошлом году заказывала через Инстаграм. Уже не помню, где. Их полно продаётся сейчас. Просто когда я спохватилась, спохватилась я поздно. Вот я поняла, что хочу этот подъюбник. И в эпицентр за ним там ехал. По-моему, там его не было. Он был там какой-то очень убогий. Да. Пощупанный, по-моему. За такие деньги, что мы его баню. Да, там что-то как-то совсем не выгодно было. Я купила тоже убогий, только с Инстаграма и подешевле. Или не надо подъюбник? Надо-надо. Нормально? Надо-надо. Может, если бы он лучше был, было бы лучше? Нормально. Больше, точнее. Я говорю, лучше был, было бы лучше. Ну, конечно, если бы он был лучше, было бы лучше. Да, логично. А может быть, чуть в угол, ёлку, а ну? В какой угол? Чуть-чуть туда. Мы туда ее уберем сейчас. Она же обычно у нас по центру стоит. Не по центру. Вот сюда вот тут у нас стоит. Всегда. Давай, ты помнишь, чуть сюда свещать. А теперь попробуем. Вот так это было всегда. Она каждый раз стояла вот так. Клянусь тебе, я тебе даже фотку покажу, если ты мне не веришь. Вот не знаю даже. Можно попробовать. Если бы места было больше в углу, прям засунуть ее в угол. В угол-то я не засунусь никакой. А ну давай чуть-чуть левее. И сделаем так, сделаем ее так в этом году. Классно, будет классная фотозона. Оставлять так. Ну так, надо в первую очередь, наверное, что? Надо ее хорошо разровнять и повесить на нее гирлянды. У нас получается гирлянда... А где наша новая гирлянда? А я откуда знаю. Ты вчера покупки разобрал. Классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сделай так еще раз Давай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну в общем вот так в этом году у нас вверху розочка Поглядите какой у меня сегодня будет завтрак Ну просто шикарный В том плане что после такой красивой елки Вот здесь я поставила корзину из юска Положила в него немного сладостей Плед, здесь свечи Одну я просто сейчас зажгла Ну тут Дедушка Мороз Что там у нас, ежики, я забыла. На завтрак у меня сегодня сага, я варила чай, который я показывала в инстаграме, рекламировала этот чай. Это тот самый чай, который вы встречаете на заправках, в кофейнях. То есть, когда вы заказываете, например, облепиховый чай в Ливской кавьярне, вам приносят этот чай. Только за гривен 40-50 пакетик этого чая напрямую стоит 13-14 гривен. Кусочек торта, ну, больше раскладывала торт для красоты, для фотографий мне нужно было сделать. Возможно, я его есть не буду, потому что это too much вообще. Ну, я так довольна елкой, ребята. Сначала как-то не могла привыкнуть, потому что было белое. А сейчас я понимаю, насколько это роскошно выглядит, насколько красиво. Я еще хочу докупить батарейки к гирлянде Faberlic, звездочки, ну, звездочки, которые. И тоже повесить сюда, чтобы еще было больше огней. Как и в прошлом году, положила гирлянду под кровать. Эта идея мне очень-очень понравилась. Мне тогда предложили зрителей, вы же и предложили так сделать. И это очень круто выглядит. Можно положить под какой-нибудь шкаф, вот все что угодно, где есть вот такое пространство. Ну, а больше мы ничего пока нигде не украшали. То есть нам еще нужно зеркала поукрашать. Что-то может докупить, потому что у нас как бы ничего для квартиры особо и нет. То есть самое главное это елка, вот эта гирлянда и что-то на зеркалах. Я теперь не знаю, покупать ли елку узкую в угол комнаты. Я бы, конечно, хотела, но впереди столько трат у меня, потому что два конкурса впереди и Лешин день рождения. Он хочет, кстати, в подарок триммер. Вот, он же отращивает бороду, хочет за ней сам ухаживать. Но я ничего не понимаю в этих триммерах, поэтому если кто-то знает хорошую модель, подскажите, пожалуйста. Леша не хочет супер навороченную, потому что ему эти 200 насадок не нужны, и он не будет этим всем пользоваться. Ну, такую какую-то, знаете, вот, чтобы хорошего качества, ну вот. Он говорит, подари мне в районе тысячи. Я, ну, могу и дороже подарить, я просто не знаю, какую дарить. Эту бритву, чешу, машинка, короче. Посоветуйте, пожалуйста, если знаете. Боже, я настолько привыкла снимать влоги на телефон и вообще видео, что от камеры просто ужасно отвыкла. Совсем неудобно, тем более с этой, она очень большая. Она, как вы понимаете, вообще как-то без стабилизации. И вот буквально ты, вот просто обычная дрожь в руках, и все, вот она так вот трясется. То есть то, что вы видели, вот эту тряску, это не специально так мы трясли, и мы наоборот старались плавнее снимать в руках. Но вообще никакой стабилизации нет, поэтому она только для статики идеальна. Вот я сейчас сижу, вам обещаю. Хоть фокус на мне есть. Ну, короче, сижу, вам обещаю. Вот это, да, нормально. То есть когда игрушки я снимала, да, тоже хорошо. Сейчас так свет, конечно, падает. Тут не очень в зале. Ну, не важно. Просто хотела сказать, что это видео мы хотели посвятить полностью наряжению нашей елочки. Надеюсь, вам она понравилась, потому что мы в восторге. Она нам прям очень-очень нравится. Прям как с какого-то магазина или бутика. Леша вот говорит, она такая прям дорогая, как в других магазинах. Я говорю, это точно. Потому что сама елка дорогая. Да, потому что игрушки, которые большие, основные, их не очень у нас много, но каждая игрушка куплена вот с любовью. Каждая игрушка стоила денег. Там недорогие только вот эти мелкие бантики и мелкие игрушечки, которые разбавляли елку. Можете посоветовать, что было бы здесь еще неплохо. Например, там ленты какие-то или бусы. Ну, бусы даже не знаю. Бусы как-то... Я уже от них отошла, хотя мы когда-то вешали на елку бусы. Вот такие вот дела. Пишите в комментариях, когда собираетесь сами ставить елку. Хотя я в сообществе уже эту запись сделала. Как у вас настроение? Желаю вам хорошей недели. Сама я иду на танцы. У меня сегодня индивидуальное и групповое. И в воскресенье уже конкурс в Запорожье. Немножко нервничаю. Но, надеюсь, все будет хорошо. Поэтому нужно усердно готовиться. Спасибо за просмотр. Приходите в Инстаграм, смотрите истории и посты. Увидимся очень скоро. Пока!